Доброго времени суток всем радиофобам и радиофилам! В данном видео я хотел бы поговорить о режиме экономии батареи, либо режиме сна, который есть в дозиметре-радиометре Terra P, желтой бытовой версии дозиметра Terra. В черной профессиональной версии, в Terra, данный режим отсутствует, и этот дозиметр работает беспрерывно. В желтой версии, в Terra P, данный режим присутствует, и он включается по истечении 5 минут без действия. То есть, если в течение 5 минут вы не нажимали ни на одну из кнопок, режим, либо порог, то включается режим экономии батареи, в котором дозиметр находится в рабочем состоянии, но экран дисплея выключается. Чем же неудобен данный режим, с моей точки зрения? Это тем, что непонятно, дозиметр выключен, либо же он находится в рабочем состоянии, и постоянно приходится либо пробуждать его кратким нажатием на кнопку режим, либо постоянно отвлекаться на него. Каким же образом можно сделать так, чтобы дозиметр не переходил в режим сна? Для этого нам нужно задать уровень срабатывания сигнализации, не 30 микроэнген-час, который установлен на заводе производителя, а установить его в 0 микроэнген-час. Для этого зажимаем кнопку порог до появления крайнего мигающего разряда, который устанавливает порог срабатывания дозиметра. Переходим с помощью режима в следующий разряд и устанавливаем его на 0. Вот в данном случае у нас порог срабатывания радиационной сигнализации равен 0 микроэнген-час. Все, выходим, нажимая кнопку режим, несколько раз до появления рабочего режима. Вот мы уже пережали, сейчас мы находимся в рабочем режиме. И, как вы видите на экране, данный дозиметр установлен, порог срабатывания в 0 микроэнген-час. Данный дозиметр был, порог установлен ему в 30 микроэнген-час. Смотрим на видео. Сейчас останавливаем секундомер. Стоп. Вот. 5 минут прошло. Правый дозиметр как был в рабочем состоянии, так и остался. Левый выключился. Преимущество в дозиметре, у которого установлен порог срабатывания в 30 микроэнген-час, он будет постоянно включен, будет срабатывать звуковая сигнализация при фиксации гамма-квантов, но при превышении порога в 30 микроэнген-час, правый дозиметр, он звуковую сигнализацию не включит. То есть, надо будет ориентироваться чисто по частоте пиков на превышение порога, либо не превышение порога. У левого дозиметра установлен порог в 30 микроэнген-час, поэтому по истечении 5 минут он выключается. Звуковую сигнализацию в выключенном режиме он, естественно, не ведет. Он пробудется лишь при нажатии, кратком нажатии на кнопку режим, либо же по превышению порога в 30 микроэнген-час. Итак, пробуждаем левый дозиметр, кратко нажимаем на кнопку режим. Вот он пробудился, находится в рабочем состоянии, слышны пики. В режиме экономии батареи, то есть в режиме сна, пики рабочие, которые фиксируют гамма-излучение, не слышны. Смотрим его пороговое значение. 30 микроэнген-час. У правого дозиметра, который не выключается, рабочая сигнализация работает постоянно. Сигнализация в режиме таревоги, к сожалению, отключена, но это плата за то, что дозиметр постоянно включен. Режим срабатывания сигнализации у него установлен в 0 микроэнген-час. Вот такая вот информация. Надеюсь, она будет полезна. Благодарю за внимание. Удачи всем! Продолжение следует...